продолжаю съемку на территории штукверского аэропорта в аэровокзале я нахожусь по-прежнему на самой верхней террасе здесь есть несколько экспонатов а здесь сейчас в кадре макдоналду гваз dc 10 66 года машина длина 55 метров размах крыльев 44 мест 260 420 в зависимости от комфорта пассажиров взлетный вес 263 тонны дальность 7000 411 километров 3 турбовинтовых двигателя два под крыльями один хвосте 66 год здесь экспонат хвостовое колесо какого-то боинга 720 понятия не имею что и такое здесь немножко радионики для навигации компас слева это поршень авиационного двигателя следующий экспонат звездообразный мотор назывался элвис леонидес фирма элвис лтд мотор называется леонидес 502 дробь 2 9 цилиндров радиально расположенное охлаждение воздушное 440 лошадиных сил встроен был в один из самолетов хунтинг пемброке чем-то напоминает мне наши звездообразные моторы вот еще один звездообразный моторчик 9 цилиндровый однако менее мощный звездообразный 40 лошадей при 2000 оборотах воздушное охлаждение вес 70 килограмм построен в двадцать пятом году прошлого века 70 килограмм 40 лошадей грубо говоря на одну лошадь два килограмма приходилось этот уровень держится увы очень устойчиво в редких случаях на одну лошадь приходится один килограмм такие двигатели обладают вероятно небольшим ресурсом однако мы надеемся что это может быть преодолено вот еще детали самолета еще один поршень покажу поближе вот еще один экспонат механизм перекоса по-немецки называет таумель шайбе и главная главная ступица главного ротора так вот трехлопастной устройство комментировать вряд ли смогу но видно что у каждой лопасти есть рычажок вниз который эту лопасть может который может менять угол установки угол установки про вращение меняется дважды вверх и вниз или меняется один же но вверх и вниз вот еще один самолетик boeing 747 о чем баджет стоит ли о нем говорить 392 место что-то еще общая длина 70 метров размах крыльев 59 метров высота 19 метров пустой вес 162 тонны пустого веса полезный вес 55 с половиной тонн максимальная взлетный вес 377 тонн путешествие крейсерская скорость 907 километров в час ваш лошади не приведены вот там глубине еще один цилиндрик горшок звездообразного двигателя на этом экспозиции заканчивается снаружи мы видим еще летательные аппараты туда я пройти не могу вертолет с турбоприводом за ним один из самолетов или даже два самолета более старинные некоторые дни праздничные или выходные выход на террасу платный разрешен можно выйти заплатив и посмотреть поблизости может быть даже наверно в кабины залезть не уверен но лесенки кабинам стоят можно подняться таким образом я экскурсию здесь заканчиваю спускаемся вниз внизу здесь есть скульптурка которая мне кажется немножко символично для людей мечтающих летать люди взгляды которых устремлены к нерве которые что-то там видят и очень приятно рассматривают наверняка это этажный аппарат вот тут регистрационные стойки маленьких фирм заграничных итальянских французских швейцарских фирмы я имею ввиду общество эксплуатации самолетов тут лифты тут сидят немцы которые собираются путешествия наверняка не только немцы германии больше 110 националисты живет все говорят более-менее по немецкий но это не означает что они немцы это как советский союз очень много диалектов очень много акцентов если пожить здесь несколько лет можно на слух различать из какой страны человек приехал разговаривать по-немецкой акценты типичные для людей которые привыкли в своих странах разговаривать по-другому и 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 На этом я заканчиваю блок находящийся. Сейчас видео сниму еще один.